В данном видео я расскажу вам о 10 жутких стандах, показанных в аниме «Невероятные приключения Джоджо». Вы узнаете про их способности, отличительные особенности, владельцев и про многие другие моменты. Сразу хочу уточнить по поводу слова «жуткие» в названии. В целом почти все станды в обсуждаемой вселенной попадают под это определение. Одни больше, другие меньше. Согласитесь, когда из вас вылезает странного вида мужик или непонятное существо, это довольно крипово. Поэтому, говоря жуткие, я буду иметь в виду не только внешность станда, но и его способности. Плюс определенный вес в вопросе сыграют и пользователи обсуждаемых стандов, ведь некоторые из них будут пострашнее любого сверхъестественного создания. Также отмечу, что видео не является топом, а самих персонажей я отбирал исходя из собственных предпочтений. В комментариях вы можете предложить станда и его владельца, которые заставляют ваши коленки трястись, а штанишки менять цвет на коричневый. Как знать, может когда-нибудь на основе ваших пожеланий я сделаю еще одно похожее видео. Чтобы сразу вас не травмировать, я начну свой рассказ далеко не с самого жуткого станда. Встречаете, киллер куин или убийственная королева. Это огромное розовое недоразумение напоминает перекачанную кошку. Первый нехороший звоночек всплывает при более детальном разборе внешнего вида станда. Дело в том, что он может появляться без плоти и кожи на лице и теле, деморализуя тем самым особо впечатлительных противников. Однако, все это мелочи по сравнению с одной из способностей киллер куин. В ее распоряжении имеются несколько видов разрывных атак, но та, которая нас интересует, позволяет превращать любой предмет или живое создание в бомбу. После, по нажатию воображаемой кнопки, происходит взрыв, полностью уничтожающий несчастную жертву и не оставляющий после себя никаких следов. Способность эту, к слову, можно контролировать таким образом, что от жертвы будут оставаться лишь определенные части тела. Еще большие опасения вызывает пользователь королевы Киро Йосикаго. Этот больной на всю голову серийный убийца озабочен в сексуальном плане на человеческих руках. Отрубленных человеческих руках. Выследив новую жертву, он взрывает ее при помощи киллер-квин, оставляя всего одну кисть, а после начинает заниматься с ней разными непотребствами. На очереди уже менее приятный стант «Справедливость» или «Джастис», которым управляет старая карга Эния. Большую часть времени создание имеет вид тумана, но периодически оно принимает форму скелета. «Джастис» способен покрывать большую территорию, создавая почти неотличимое от реальности иллюзии. Он без особых проблем может воспроизвести небольшое поселение. Однако, более пугающей способностью этого станда является управление телами людей и животных, причем как живых, так и мертвых. Достигается это следующим образом. Если жертва получает даже самое незначительное повреждение, то «Джастис» в форме тумана сначала высасывает из раны кровь, а после создает на его месте идеально ровное сквозное отверстие. С помощью него Стантенни уже может управлять своей добычей, словно марионеткой. Живой человек будет не в состоянии сопротивляться контролю поврежденной части тела, которая с этого момента будет управляться исключительно «Джастисом». Это позволяет старухе издеваться и вытворять со своей жертвой все, что ей вздумается. Она может приказать ей приклеиться к потолку, выброситься из окна или облезать обляпанный говном унитаз. Согласитесь, это довольно жутко и неприятно. А еще хуже то, что указанный Стант может контролировать трупы и даже скелеты, превращая их при помощи иллюзий в самых настоящих зомбаков. Раз уж речь зашла о старой Каргейне, то само собой стоит рассказать и про ее чокнутого сынишку Джей Гейла с его стремным Стантом Хэнк Дэмен или просто Повешенный. Мало того, что его внешний вид довольно отвратительный, так и само существо обладает очень пугающей способностью. Оно не атакует свою жертву напрямую, а перемещается по отражающим поверхностям и нападает на отражение своей добычи, что в свою очередь сказывается и на самой цели. Стандартное физическое воплощение в реальном мире, как у многих других Стандов, у Повешенного отсутствует. Он показывается лишь на мгновение, перемещаясь от одной отражающей поверхности в другую. В этом и заключается его единственная слабость, благодаря чему Стант и его пользователя можно ранить. Кстати, о владельце Повешенного. Джей Гейл является крайне отвратительным представителем рода человеческого. Главными занятиями этого обезображенного ублюдка выступают убийства, пытки и прочие непотребства. На очереди императрица. Все в этом Станде вызывает отвращение. Больше всего ужаса и то, как именно это существо может захватывать тела других людей. Начинается все с капельки крови. Попадая на тело жертвы, она формирует небольшой нарост, напоминающий бородавку. Человек на данном этапе выступает не просто переносчиком, но и источником пищи. Станд питается за счет своего носителя, постоянно увеличиваясь в размерах. Со временем императрица принимает гуманоидные формы. На этом этапе она либо всячески пытается убить несчастную жертву, либо продолжает ее ассимиляцию. Если последняя проходит успешно, то пользователь Станда, Нина, может использовать освободившуюся кожу в качестве маскировки. Ассимиляция не является обязательной. В случае смерти носителя императрица просто возвращается к своей владелице, после чего они отправляются на поиски новой добычи. Переходим к водяному ожерелью или Акванеклас. Крайне мерзкий Стант, как впрочем и его пользователь. Управляет им печально известный преступник по имени Анжела. Этот человек, если таковым его можно назвать, получает огромное удовольствие от убийства Исекиса со своими жертвами. Причем последовательность этих действий его совершенно не волнует. Как и положено многим серийным убийцам в обсуждаемом аниме, Анжела очень труслив и будет стараться сделать все, чтобы избежать заслуженного наказания. Его стант во всем соответствует хозяину. Нанести ожерелью повреждения практически невозможно из-за его жидкой формы. Да и поймать его довольно сложно. Кроме того, он может изменять свои свойства, становясь обычной водой, паром или даже алкогольным напитком. Все это делается для того, чтобы проникнуть в жертву, которая затем убивается самым мучительным и жестоким образом. Водяное ожерелье разрывает добычу изнутри, не оставляя ей ни единого шанса на спасение. На очереди крайне необычный стант по имени Смерт-13. Из себя он представляет несуразного вида существо в шутовской маске и с огромной косой. Что пугает сильнее, так это его владелец. Управляет им 11-месячный младенец. Да-да, вы не ослышались. Даже в таком возрасте Карапуз уже является гением, превосходя по интеллекту многих взрослых. При этом он считается одним из самых жестоких персонажей в аниме, получающим удовольствие от пыток и убивающим своих жертв самым садистским образом. Делает он это при помощи описанного ранее Станда. Смерть-13 существует только в мире сновидений. Как только добыча засыпает рядом с младенцем, она попадает в выдуманную им вселенную, которая полностью подчиняется его воле. Особенностью этого мира является тот факт, что заснувшие пользователи Стандов не могут призвать своих защитников, а потому оказываются в крайне невыгодной ситуации. Если же Станд был активным во время сна владельца, то он уже будет в состоянии ему помочь. Любые смертельные не очень повреждения, которые человек или животное получит в мире Смерти-13, перенесутся и в реальность. Переходим к Абонитовому Дьяволу. Его владелец Дева является конченным садомазохистом, получающим огромное удовольствие от полученных повреждений. И вот тут и открывается принцип работы его Станда. Для его активации Дева должен получать ранение от своего противника. Чем страшнее будут травмы и чем сильнее будет ненависть Дева к напавшему, тем более могущественным станет появившийся Абонитовый Дьявол. К слову, обсуждаемый Станд не действует напрямую, а переносит свою сущность в неодушевленный предмет. Идеальными кандидатами на эту роль выступают куклы. Несмотря на свои небольшие размеры, такие игрушки будут сильнее, ловчее и быстрее большинства людей. А благодаря хитрости Дьявол может без особых усилий уничтожать из Станды. Не отходя от темы кукол, переходим к Терренсу Ти Дарби. Этот вежливый и обходительный человек обожает заключать сделки со своими жертвами. А после того, как они признают свое поражение, он забирает себе их души. Судьба добычи выясняется благодаря поединкам в разных видеоиграх. Что самое интересное, Дарби не может проиграть. Его станд по имени Атум способен читать душу противника, выясняя тем самым его намерения. Но все это цветочки. Самое жуткое вас ждет впереди. Получив душу, Дарби перемещает ее в заранее созданную куклу. Пополняя таким образом свою ужасную и пробирающую до дрожи коллекцию. На очереди Пурпурная Мгла или Перпл Хейз. Про его владельца, Панакоту Фуга, я рассказывать не буду. В отличие от остальных людей в этом списке, он является вполне положительным персонажем. Так что же он тут забыл, спросите вы? Все дело в жуткой особенности Пурпурной Мглы. Мало того, что сам станд довольно туповат и нестабилен, так еще и его секретным оружием является смертоносный вирус, который всего за 30 секунд перерабатывает любое живое создание в органическое месиво. Жертва в прямом смысле начинает гнить изнутри. Мало того, что вирус не отличает друзей от врагов, так еще и сам пользователь Мглы не имеет никакого иммунитета перед этой ужасной заразой. Переходим к, пожалуй, самому жуткому станду из всех перечисленных. Крем или Крим страшен как внешне, так и благодаря своим способностям. Его пользователь, Ванил Айс, производит такое же впечатление. Мало того, что этот мужик ходит в одних труселях, так он еще и безгранично предан своему повелителю Дио Брандо. Когда последнему приспичило попить кровушки, Ванил Айс без раздумий отрубил свою голову. Видя такую верность, Дио вернул его к жизни в качестве вампира. Крим является одним из самых опасных стандов, с которыми сталкивался Джоттер и его команда. Дело в том, что он может превращаться в портал в некое пространство кромешной тьмы, уничтожающее все на своем пути. Любой предмет или человек, попавший под удар Крима, дезинтегрируется на месте. Чтобы превратиться в описанный портал, станд должен сначала сожрать своего пользователя, а затем и самого себя. В таком виде его не только нельзя обнаружить, но и невозможно нанести ему хоть какое-то повреждение. Вот такой вот у меня получился список. Если понравилось, ставьте палец вверх. Спасибо, и если во время сна вы почувствовали, что из вас вышел станд, у меня для вас плохие новости. Вы обосрались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!